Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Между прочим, торговая сессия, которая может оказаться весьма интересной для всех тех, кто делает ставку на ожидание серьезной волатильности по факту не менее серьезных макроэкономических событий. Начнем мы сегодня традиционно с той динамики, которую показывает черное золото, поэтому я предлагаю уделить несколько минут аналитическому рынку и, собственно, подвести итоги того, как бренд оторговал вчерашнюю торговую сессию. Закрытие у нас на отметке 47.09, сейчас актив торгуется повыше 47.88. Несмотря на то, что оттолкнулись мы от локальных минимумов, я думаю, что расстраиваться пока точно не стоит, поскольку у нас есть четкое представление о том, почему нефть должна снижаться, и мы понимаем то, что рынок буквально несколько торговых сессий назад ясно нам доказал, что тоже не против в целом придавить оппозиции этого актива, направив его к более оправданным ценовым рубежам. До 45 мы пока не добрались, но это совершенно никак не меняет наше позиционирование и, собственно, не позволяет нам отказываться от того сценария, которым мы стали руководствоваться какое-то время назад. Вчерашняя торговая сессия, собственно, так же, как и вся неделя, не блещет пока что серьезным фундаментом, в частности, по нефти, если говорить вслед за АПИ. В среду у нас была представлена официальная статистика от Администрации энергетической информации США, Минэнерго, как мы традиционно называем. Запасы, как и предполагалось, снова снизились. Снизились минус 2,2 миллиона, практически точно такой же спад, как мы наблюдали недели ранее. Реакция трейдеров покупки нефти до тех уровней, которые, собственно, были уже названы. Я считаю то, что интерес к Brent и, в принципе, WTI оказался, на мой взгляд, чрезмерным, потому что, вроде бы как, мы уже определились с тем, что снижение запасов – это вполне нормально для текущих летних периодов, а учитывая сезонность, не нужно так активно реагировать на весьма предсказуемый спад, который, собственно, мы и наблюдали. В целом я хочу отметить то, что если мы посмотрим на запасы топлива, бензина, собственно, нефти в Кушинге, то сможем увидеть, что эти запасы против снова увеличились. И это только добавляет нам полярности текущих макроэкономических отчетов и дает представление о том, что на рынке предложения, даже в рамках американской экономики, не все так просто. И мы знаем то, что если наш расчет на то, что количество нефтяных платформ, по данным Baker-Hudges, продолжит снова расти, у нас появится как раз еще один фактор, который может стать давлением на нефть. Поэтому я советую сейчас не расстраиваться тем, кто очень хотел дождаться 45 долларов до конца этой недели, потому что у нас есть еще в качестве такого десерта в конце, собственно, этой пятидневки, то есть завтра в 20.00 по московскому времени, статистика по количеству платформ. И я практически не сомневаюсь в том, что у нас будет седьмая неделя прироста, что может вернуть на рынок прежних активных медведей. А то, что медведи могут очень неплохо демонстрировать свою активность, мы это видели уже даже в начале этой торговой пятидневки. Поэтому ни в коем случае не отказываемся от коррекционного посыла. И чтобы подкрепить нашу веру в медвежье ожидание по энергетическому сырью, я хочу предложить вам вчерашний прогноз от Международного валютного фонда, который буквально рвал и металл, и весьма категоричен в ключе, высказался по поводу темпов роста мировой экономики и отдельно взятых регионов, которые наибольшим образом пострадают от факта выхода Англии из состава Европейского Союза. Чтобы не забивать вам голову цифрами по регионам, не представляющим для нас интереса, давайте о них не говорить. Я в целом отмечу то, что по мировой экономике в 2017 году спад ниже 3%. Американская экономика только до конца этого года может потерять 0,2%. Темпы экономического роста еврозоны всего валютного блока будут претерпевать чуть ли не самые серьезные потери. Ну, не такие, правда, существенные, как в Англии, но все равно. Ожидание спада больше, чем на 0,5-0,6%. И фактически в лучшем случае это 2017 год будет закрыт с приростом чуть более 1%. И я думаю, что эти прогнозы будут корректироваться по мере все-таки обновления статистики и понимания того, насколько негативен эффект от распада Европейского Союза постфактум выхода Англии из состава ЕС. Ну и что касается Англии, здесь мы особо с самого начала никаких иллюзий не питали. Мы сначала, помните, комментарии от чиновников Англии, от представителей Банка Англии, от Карни, от рейтинговых агентств, которые тут же стали проявлять решительность по поводу снижения рейтинга и пересмотра прогнозов. В 2017 году ожидается то, что английская экономика снизится до 0,5%. Это с текущих уровней больше, чем 2%. На мой взгляд, это как раз и есть те самые серьезные проблемы, которые еще только впереди, которые могут погрузить британскую экономику в состояние затяжной рецессии. Поскольку мы с вами пробежались по развитым регионам, основным локомотивам мировой экономики, я думаю, что логично делать вывод, что из-за экономического спада серьезно пострадает весный спрос на энергоресурсы. Чтобы еще больше, скажем, убедительности добавить этому, не стоит забывать про Китай. В частности, оценка Международного валютного фонда на 2017 год по росту ВВП Поднебесной 6,2%. Это с текущих 6,6%, которые мы получили постфактум на публикации последних данных. Ралли только начинается. Ралли негатива в отношении рисковых инструментов, которым традиционно относится и нефть. И мы не должны об этом забывать. Поэтому каждый раз, когда вы задумываетесь о том, стоит ли торговать нефтью или нет, вспоминайте про основные категории, спросы и предложения. Вспоминайте про те угрозы, вызовы, которые имеют место быть для мировой экономики. И какие угрозы могут, собственно, повлиять на спроса, на черное золото. И что касается предложения, здесь у нас также очень много свидетельств того, что оно будет увеличиваться. Регионы мы уже с вами перечисляли, но основную ставку, как медведя, мы делаем на ближний восточный картель. Другими словами, в целом фундаментальный фон не меняется. Ждем 45 долларов за баррель. И я надеюсь, что стоит только на рынке появиться дополнительному позитиву для нашей идеи, мы сможем двинуться в эту сторону. Российская валюта 63,63 держится, цепляется за текущее значение. Действительно, волатильность незначительна, что не свойственно для динамики рубля против своих валютных конкурентов. Но мы знаем, с чем это связано. Возможно, действительно, политическая тема имеет место быть. Но мы понимаем то, что чем дольше рубль сейчас будет колебаться на текущих абсолютно неоправданных значениях, тем более болезненным будет последующее ослабление и девальвация, на которую мы с вами настраиваемся. Соответственно, ждем, как я уже отметил, снижение цен на нефть. И ждем то, что рубль в один прекрасный день просто возьмет и отдумается. И поймет, собственно, где он должен находиться, чтобы хоть как-то помочь российскому бюджету. В плане сведения показателей и компенсации через рублевую стоимость барреля нефти. Вы помните то, что при минимально достаточном уровне является стоимость рублевая барреля нефти в районе 3300 рублей. Если мы сейчас зададимся целью, перемножим, соответственно, актуальные котировки по нефти на реальный курс, у нас получится значение ниже 3000. Есть куда расти, ну, в данном случае, куда расти именно валютным конкурентам. А вот что касается рублю, здесь безграничные, в прямом смысле, возможности по извлечению прибыли в расчете на ближайшее и скорое ослабление. Ближайшая цель, как я уже отмечал в начале недели и, собственно, вчера, это 66 рублей против американца. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1.10.27. Поддержка 1.10, которая являлась нашей среднесрочной целью, пала еще до заседания Европейского центрального банка. Расстраиваться ни в коем случае не нужно, поскольку совершенно очевидно, что все самое интересное только впереди. Потому что мы уже вплотную подошли к главнейшему событию, я думаю, последних недель. А если уж что-то беспрецедентное у нас сегодня выйдет по факту публикации ставок и конференции Драги, тогда мы его окрестим как важнейшее событие последних месяцев. ЕЦБ. В 14.45 по московскому времени опубликуют обновленные параметры денежно-кредитной политики. Ставка рефинансирования и ставка по депозитам. Как мы с вами говорили ранее, они будут вряд ли пересмотрены, поскольку вероятность этого крайне низка. С большей вероятностью нужно было рассчитывать на изменение монетарной политики со стороны Банка Англии. Пока этого не случилось, Еврозона и, в частности, господин Драги также решит подождать, последить за развитием ситуации. Но мы знаем то, что на ставки можно даже не ориентироваться. Есть куда более серьезный фундамент, который непременно прольет свет на дальнейший курс европейской монетарной политики. Этот фундамент связан с долгожданной пресс-конференцией Марио Драги, которую возглавляет европейский регулятор. И которому придется снова говорить о последствиях для Еврозоны выхода Англии из состава ЕС. То есть о рисках Брекзита. И для того, чтобы поддержать интерес, собственно, к европейскому рынку, он просто будет обязан отметить то, что в арсенале ЕЦБ есть достаточно всевозможных инструментов для того, чтобы снижать давление на национальную финансовую систему. И при необходимости поддерживать те же самые коммерческие банки. Потому что это его задача заботиться в том числе и об инвестиционном климате. Любой этот комментарий, разумеется, для долгосрочных и среднесрочных трейдеров будет воспринят как намек на возможности либо снижения ставок, что пока что, наверное, менее вероятно. Ну, может быть, даже все-таки снижение ставок мы с вами дождемся раньше, чем решение программы количественного смягчения. Может быть, будут предложены еще какие-нибудь нетрадиционные инструменты поддержания ликвидности. В любом случае, это намеки на смягчение экономической политики, это мягкая риторика, которая обычно провоцирует ослабление курса национальной валюты. В данном случае мы с вами говорим про Европу, делаем ставку на то, что евро долгосрочно может оказаться под давлением, если мы услышим какие-либо прорывные фактические решения. Я напомню, что Драги уже отличился примерно три недели назад, когда обозначил собственные прогнозы по росту ВВП еврозоны. И, собственно, практически так же подтвердил оценку, предложенную Международным валютным фондом, правда МВФ предложил ее после Драги, то, что спад может превысить 0,5%. Ну, послушаем, что он думает о стабильности национальной финансовой системы и о перспективах роста ВВП вот уже сейчас, после того, как практически месяц уже миновал после референдума в Англии. Вчера из отчетов стоит отметить еще индекс цен производителей, который для нас является компонентной общего показателя инфляции. Месячный, хоть и вырос 0,4%, но вот годовой по-прежнему находится на очень низких уровнях. В частности, мы вчера видели снижение до минуса 2,2% в годовом выражении. Соответственно, индикатор продолжает оставаться на многомесячных минимумах и уж гораздо ниже того уровня, который наблюдался в 2015 году. И еще один как раз сигнал в пользу того, что нужно что-то делать для того, чтобы стимулировать экономику. Но, руководствуясь практикой и опытом последних релизов Европейского Центрального Банка, я все-таки хочу вам сегодня, вот при всех присутствующих рисках, предложить не гнушаться даже игрой на повышение. То есть, по факту ожидания пресс-конференции Европейского Центрального Банка, я считаю то, что прежде чем евро пойдет ниже, у нее будут все основания для того, чтобы протестировать сопротивление 1.11. Если вы хотите краткосрочно еще до факта ожидания ИЦБ, до публикации ставки, поторговать на этом фундаменте, игра на повышение и росте евро-доллара, это как альтернативный сценарий. Между прочим, лично я в своем тренинге сегодня попробую засыпиться сначала за сопротивление 1.11, может быть чуть повыше, и только после этого принимать решение о прежних, но уже среднесрочных продажах. Поэтому подумайте, оба сценария действительно вероятны. Дальше идем, фунт против американца. Актуальные котировки 1.32.22, но хай был повыше, 1.32.73. Вчера мы видели то, что фунт отличился повышательной динамикой после распродаж в начале недели. И допускают то, что позитив в отношении фунта был связан с выходом целого блока макроэкономических отчетов по национальному рынку труда. В частности, ставка по безработице 4,9% это минимальное значение с 2005 года. Казалось бы, очень очевидный прогресс и замечательная статистика, которая должна позитивным образом сказываться в курсе национальной валюты. Заработные платы выросли в годовом выражении на 2,3% против прошлого роста 2. И количество заявок на пособие по безработице плюс 400 против прогноза, который был обозначен на уровне 3,5%. То есть, еще один сильный отчет. А теперь давайте копать глубже. Вся эта статистика, как я отмечал вам днем ранее, была собрана до 23 июня. Поэтому позитив, ну может быть постфактум этих релизов, да. Он был бы и по факту уже был не лишним. Но чтобы транслировать его дальше и считать то, что восстановление на рынке труда это сигнал того, что британская экономика успешно, собственно, перешла в разряд автономных государств, ни в коем случае не стоит, потому что это не так. Эта статистика была собрана до того, как стало известно, что Англия теперь в свободном плавании. Это статистика, которая не отражает объективной, реальной картины. Ей вообще не нужно доверять. Истинные цифры уже гораздо хуже. И как раз истинные цифры мы с вами начнем анализировать вот спустя месяца. Статистика будет 150%. Позвольте мне использовать даже такое выражение. Она будет хуже в разы. И уже другая статистика, которая как раз будет сигнализировать о спаде на рынке труда, будет реальной и объективной. И вот от нее уже мы и будем отталкиваться. То, что фонд сейчас растет, ну это постфактум тех распродаж, которые мы наблюдали до этого. Попытка ввести в заблуждение тех, кто может поверить в то, что фонд продолжит расти. И я надеюсь, что среди вас таких нет. И вы понимаете то, что любое сейчас повышение, любая восходящая динамика, это подаренная возможность, чтобы занимать более взвешенные, с более комфортных уровней сделки на продажу. Потому что мы с вами все равно продолжаем готовиться к 4 августу. Совсем скоро уже эта дата, когда Банк Англии снизит процентную ставку на 0,25%. И это спровоцирует серьезное ралли понижателя по фунту против доллара и отправит его ниже уровня 1,30. Хотя я думаю, что до 4 августа мы даже только на ожиданиях снижения процентной ставки сможем оказаться ниже. Поэтому взгляда по фунту и ожиданий я не меняю. Надеюсь, что вы меня поддерживаете в этом. Доллар японская иена 107.13. Здесь уже просто космические уровни. Мы пробиваем и регулярно достигаем наших профитных ориентиров. Потому что идет ярко выраженный тренд после отбоя поддержки 100 иен за доллар. Думаю, что сейчас уже ралли может немножко выдохнуться. Потому что очень сильно мы поднялись буквально на 750 пунктов. Если взять локальные хаи буквально за несколько торговых сессий, это много. Поэтому стоит сейчас только статистики американские подвести трейдеров, как мы увидим серьезную коррекцию. Стоит только, вот к примеру, 29 июля, когда состоится заседание Банка Японии, не изменить денежно-кредитный курс, как японская валюта будет укрепляться. Стоит только трейдерам снова поверить в защитную активу по факту той неопределенности, которая имеет место быть из-за террористических угроз, из-за болезета. Как мы увидим спрос на и швейцарский франк, и на японскую валюту. Поэтому давайте будем действовать так. 107.50, если еще будет такая косрочная возможность протестировать эту поддержку, покинем расположение пары. Если вы не вошли в длинную сделку, задумывались и в итоге промедлили, сейчас этого сделать уже не нужно. Нужно подождать дополнительный фундамент, и как только минует заседание Банка Японии, мы с вами снова подумаем, как торговать парой доллара и японская и иена. Ну а те, кто уже находится в хорошем профите, здесь решать вам. Я думаю, что он уже значительный, можно его и фиксировать. Соответственно, про макроэкономическую статистику из США. Пока что новых релизов нет. Сегодня рынок недвижимости, снова оценка. Я думаю, что там очевидный прогресс. Еще один, который мы с вами проанализируем уже в ходе завтрашнего брифинга. По Японии ничего не меняется. Ждем заседания и надеемся на то, что Синза Аба через Кураду, которая возглавляет Банка Японии, все-таки исполнить свое такое инвесторское, трейдерское обещание для спекулянтов. Расширить и пролоббировать идею рушения программы количественного смещения на 10 триллионов иен в год. Вот если это случится, тогда доллар и японская иена очень быстро доберется до отметки 110 и пойдет еще выше. Но я буду держать вас в курсе. USDCAD, актуальные котировки на текущий момент у нас 1.3043. Хорошо, что канадец никак не реагирует на рост цен на нефть. Может быть знает, что это лишь локальное восстановление, которое очень быстро снова сменится коррекционной динамикой. И мы знаем то, что пара USDCAD заряжена на достижение сопротивления 1.32. Я не собираюсь вас разубеждать в том, что этот уровень скоро падет. И надеюсь, что вы так же, как и я, верите в слабость сырьевых активов и в силу доллара. Локальную. Что будет вылета как раз в восстановлении этой пары. И завтра у нас данные по инфляции. Надеюсь, что они станут очень неплохим импульсом для более выраженного восходящего движения. USDCAD 0.9850 до паритета уже 150 пунктов, учитывая с тех уровней, с которых мы поднимались, ерунда осталась. И по другим активам австралийцев против доллара 0.7485. NZD USD, новозеландская валюта против американца 0.6984. Понемногу движемся вниз. Хорошо, потому что приближаются наши профитные ориентиры. По австралийцу это 0.70, по новозеландской валюты против доллара 0.68. Из важных отчетов сегодняшнего дня хочу, чтобы вы обратили внимание, безусловно, на публикацию ставок в 14.45 ЕЦБ по московскому времени и в 15.30 конференции Драги, о которой мы с вами уже говорили. Кодовое слово на сегодня. Речь. Величина бонуса 17% действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Ну, на этом все. Если есть вопросы, вы знаете, каналы коммуникации у нас прежние. Это форума Markets и YouTube. И не забывайте подписываться на него и, безусловно, оставлять ваши комментарии и ставить, конечно же, лайки. Большое спасибо. Хорошего вам дня, прибыльных сделок и попутного тренда. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.